но мы сейчас хотим показать дом в котором мы жили 7 ночей спали 7 ночек вот такой здоровенный дом вот этот коттедж наш был есть мы вам покажем тоже что было внутри такие ворота один вход с той стороны второй ближе к нашему коттеджу и вон третий там звонок мы вчера приехали туда позвонили ждали минут пять пока нам откроет но хорошо что открыли а то собирались лезть через век так здесь такой вот дворик тут даже говорят показывают фильмы но мы приехали не фильмы смотреть сюда здесь душ душевая кабинка там вот столовая мы тоже вам покажем здесь у нас такие вот беседочки в этом дворе так вот такая специальная штучка чтобы когда пришел с пляжа можно было от песка смыть ноги чтобы не тащить песок в дом один такой краник и вон второй вон может есть третий но мы пока не нашли наверно всего лишь два вот сушилки для белья мы тут сушили все ну и наш коттедж сейчас мы вам его покажем ну а сейчас мы покажем вам дом где мы жили это такой у нас коттедж двухэтажный на наших пятерых был тут вы видите он шкаф в шкафу сколько много места чтобы повесить что-то тут у нас тумбочка вернее как она называется не знаю боксерская перчатка кто захочет побоксировать вот идем дальше это у нас такой коридор вы поняли здесь у нас зайдем в кухню он вероника у нас стоит тут такая плита с таким с чайником свистящим здесь вытяжка столько много полок очень много посуды ну вот мы помыли за собой оставили красоту мышь не поросята да вот куча здесь в тарелок тут и стопочки другие тарелки че есть мы правда покупали не брали кофе есть вот микроволновая печь что еще он показал он духовка тут не знаю можно что-то делать но мы ничего не делали покупали холодильник так сейчас до холодильника доберемся вот такой вот обеденно завтрашный ужинный стол вместо тут всем хватит даже кто не хочет все равно хватит вот такой телевизор мы вы тоже не смотрели вот холодильнике не знаю как он показать какую ширину но очень широкий это у нас морозилка тут охлаждали колу и разные другие напитки тут он дыня наша недоеденная это все не нашим поэтому оставляем не другая так дальше мы идем в комнату где большее время проводил устин вот такая двухспальная кровать шторы там жалюзи вы видите батарея но она не нужна потому что очень так жарко вот кровать устинту здесь спал то на этой кровати то на втором этаже мы сейчас туда пойдем покажем так а у нас куда мы не смотрели но выглядывает за за пределы этого отеля так идем дальше туалет номер раз тут у нас стиральная машина здесь есть и порошок но мы правда не стирали потому что мы тут 7 ночей всего были нам и не понадобилось вот видите золотой этот как называется золотые краны реально за золото мы пробовали сдавали в лабораторию девятьсот девяносто пятой пробы шутим конечно да просто красиво умывальничек душевая кабинка одна вторая сверху такая аллея кольется в душу на кто масса для массажа тут шампуни были вроде были тут у нас туалет и такая вот такой вот чайничек чтобы подмываться мы покупали туалетную бумагу потому что мы не умеем так делать как коренные жители дагестана что да там же включается свет оба чтоб если кому темно идем дальше комната номер два тут жила богдана такой вот пуфик с ушками а что это конечно зверек собачка на до глазки собачки наверно язычок у нее диван раскладывается жалюзи кресло еще диванчик телевизор такой журнальный столик розеток блин в каждом углу натыкана что очень круто вот такой шкаф в этой комнате идем дальше телевизор я сказал на второй этаж а стою стен подвеснице да смотрите когда я тик так пускал сегодня пару минут назад я увидел кто там паук да а это малярийный комар называли бы так действия на самом деле то они в африке живут но у нас так называли малярийный комар бойлер чтобы была горячая водичка вода но мы буду тоже покупали сами гладильная доска с утюгом кстати я со второго этажа так поднимаемся на второй этаж тут лежит пульт от этого кондиционера который нас спасал в жару тут такой светильничек правда не работает не знаю почему уж лампочки перегорели поднимаемся на второй этаж у стену делать было нечем бросал тик так комната номер какая уже 3 до бумажку поднимем так вот такой вот как он называется тумбочка короче называется прикроватная такая тумбочка кровать двуспальная там 2 тумбочка тоже резетка с этой стороны с этой подожди устин тут такие красные шторы обычные жалюзи до шкафчик на ключике положил свои вещи закрыл и пошел спокойно отдыхать тоже здоровый шкаф с вешалками красивые такие красные обои ну в принципе показали здесь все идем в комнату не давай наверно сюда туалетом не заканчивать туалет номер два ванная комната тоже такое зеркало как раны не золотые серебряные даст им тоже включается лампочка здесь у нас для щеток туалет душевая кабина тут покруче душевая кабина тут как-то можно включать эти вот все штуки для массажа обычного душа хватило включая здесь какие-то радио можно включать 90 градю вот наверно только ни одной чистоты нету поэтому сейчас и поэтому такую чистоту и не словил вот такой сюда садишься тебе должен по идее массаж делать вот вот с этих дырок выливаться водичка делать или массаж закрывается вот все что остин до зарядная вот к зарядку что ты как розетка так вытяжка окошко но и соответственно вот такая вот все подожди со своей мэри мы снимаем комнату такой вот чайничек для подмывания теперь можешь а у кого-то еще один и второй полы так мы тут все сделали идем в заключительную комнату самая большая так зайдем в угол тут у нас шкаф вентилятор шкафу тоже много места есть не смотрю может поместиться но ключи светочным пока светлее было да здесь у нас выход тоже за двор вон такой большой диван там у нас камин с телевизором камин тоже нам не был нужен три пульта из которых работал только один но он только один и был нужен такой телевизор тоже много розеток ангелина там сидит он диван кстати тут дети спали по очереди по два дня каждый в этой комнате кондиционер здесь есть да типа считается крутая у них самая комната была но все в принципе вам показали вот включаем свет и уезжаем вернее не уезжаем едем на море купаться кто купаться кто мыться мы поедем уже в минск еще мы не в минск мы едем потом в аэропорт после моря и с аэропорта летим в москву а вот здесь кстати примагничивается дверь к этому магниту чтобы она не закрывалась мы тоже узнали только вчера но здесь мы кушали очень вкусную еду вот можете полюбоваться как за обе щеки уплетаются все вот веронечка главный уплетун богдана ангелина и просто больше всех смеется в стим тут такая столовая у нас это наш повар который очень вкусно готовил нам всякие разности кондиционер тут телевизор тут греночки нам делали чаек тут камин тоже есть кухня где вкусности нам делали но я теперь буду тоже кушать пока все не съели да ребят вот кстати забыли сказать что здесь воду привозят потому что так понимаю тут воды такой канализации нету вот и он там вот за таким заборчиком стоит дизель агрегат питания которые вырабатывают энергию потому что здесь проблемы со светом даже мы читали в новостях что люди выходят постовать перекрываю дорогу потому что по несколько дней у них нету света вот поэтому мы когда выбирали отель нам один отель сказали что там два дня уже нету света поэтому но смысла вам туда нету ехать а в этом отеле был свет потому что здесь есть специальный дизель агрегат питания которые вырабатывают энергию поэтому это очень важная штука у нас часто пропадал свет и пропадал бывало надолго если бы не было этого дизеля тут мы сидели в темноте а это не очень прикольно потому что жарко так коты вон отдыхают от жары потому что жарко и кондиционер естественно без электричества не будет работать вот поэтому уточняйте если будете собираетесь ехать в махачкалу уточняйте есть ли у них специальные дизеля который будет вырабатывать вам электроэнергию послушивать не надо только там ничего вероничка это уже ушки греет все но мы идем на море перед поездкой обмочиться только в нормальном смысле обмочиться боке плавать потому что он обгорел а ты не не валяются от коровок и вон наше море правда сейчас жарко уже очень когда надо первая шанска уже долго да не будем чтобы повторно не обгореть вот такие вот дела ребята